здарова братва сегодня второе видео по по саббуферу как он называется хураган дуа две двенашки короче ураловские активные в коробе ну сейчас покажу все расскажу в принципе название модели в описании не в описании точнее в заглавлении будет видео поэтому без труда найдете поймете что за саб данный саббуфер до этого стоил 12000 сейчас он стоит по моему 13000 на официальном сайте но вы можете купить 12 у тех кто делал закупку до этого то есть у них поди еще 12000 он стоит так он стоит на официальном сайте уже 13000 так чё по сабу скажу судя потому что у меня было в nexie сейчас прикреплю видео не сложно понять что для меня активный саббуфер это не о чем но на удивление саб интересный из того что я слышал активного это лучше саб отвечаю вот за свои слова отвечают лучшие саббуфера из активных из тех активных которые я слышал но я слышал чудом я слышал edge мистери были там вовс вов даже был с этим с отдельным усилителем чё еще то было кикс был такой квадратный кто знает не помню модель блин но ми из мистерии так было штучки 4 так точно они даже рядом не стоят и судя такие с такими ценами как вам видео так это точно не сравнится и комплект здесь самый богатый то есть комплект есть практически не практически все есть все для установки данный комплект в семерку вот в эту я поставил за час даже с электриком со знакомым поспорили что я поставлю его без посадишь в итоге мне понадобилось ключ на 10 для того чтобы прикрутить обжатую уже клемму что хорошо потому что я еще помню когда начинал этот чем не было первая семерка у меня был активный сабвуфер я помню что этот по незнанке не мог понять как там за этот блять обжать этот клемму здесь клемму уже все обжаты что спереди что сзади то есть что плюсовая что минусовая и принципе никаких проблем нету нужно ее просто прикрутить так нам понадобится ключ на 10 прикрутить клемме клемму клемме прикрутить аккумулятора далее отвертка для того чтобы закрутить в терминалы провода отвертка и и и и ну проволочка для протяжки и чё еще да а ну и канцелярский ножик для зачистки проводов либо специальную зачищалку ну зажигалку у кого как у кого-то почти руки заточены так ну давайте вкратце сейчас покажу как установлено все установлено все кастом на то есть все поверх я не стал ничего прятать потому что этот сабвуфер не не последний вам первый но он будет не последний здесь будем в течение зимы к лету двигаться потихонечку из мелочей постараюсь собирать то есть пройти с более дешевых моделей начнем как обычно начинает человеку автозвуки это активный сабвуфер вот начнем с активного сабвуфера дальше будем делать ставить другие сабвуферы уже усилители буду примерно показывать как все это устанавливается семерки это очень все приятно устанавливается то есть здесь протащить провода это не нас сказки подобно так ну и остальное все увидите дальше то есть я имею ввиду по другим сабвуфером подписывайтесь на канал обязательно ставьте лайки поддерживайте как можете ну и давайте перейдем непосредственно к установке сабвуфера в этом автомобиле это за него как я уже сказал ровночасно все провода не убраны то есть этот комплект я поезжу я уже с ним езжу машина у меня месяц я поставил на второй день ну месяц уже где-то езжу принципе блин ну для активника это лучший активник из того что я слышал то есть сразу объясню что к чему у меня сзади все разобрано это вторая машина это машина не для повседнева это как машина выходного дня будет то есть зимой я буду больше упор делать на дрифт то есть сейчас первая серия это был стэйч один у меня этот заварка дифференциала плюс ограничитель испиливал потом будет стэйч 2 то есть стэйч 2 я уже готовлю это будет уже установка рычагов ну и так далее там будем по по бюджету собирать что-то что-то вроде корча летом будет ну ближе к стенцу постараюсь что-то сделать надеюсь будет так и сзади будет задумка сзади сделать на лето наверно с июня начну ну то есть ну как под кай под конец сезона может раньше может мая мая вот наверно начну потому что у меня в июне отпуск так постараюсь какая идея идея сделать либо сделаю либо гроб это из простого то есть это я соберу очень быстро мне кажется но если все компоненты будут гроб я быстро соберу второй вариант сделать стену или bp что-то подобное нара bp сделать bp и сварить сзади каркас и перед зимой эту стену разбирать но может не разбирать но скорее всего буду разбирать стену и за счет этого сделать типа каркас безопасности то есть зимой это будет дрифт жига ближе к лету жига на стиле с музычкой как-то так охота охота конечно так и будет так ладно давайте пройдем по магнитоле магнитола пока снизу стоит переставлю сверху там блин бардак проводах жесткий на переустановить все сделать так карцашки у нас уходят в данном случае слева так как проводка вся идет справа справа уходят силовые провода силой провод плюс рэм все убрано по бортам пущено ну так вот единственное здесь торчит так но это убрать недолго это принципе я буду все разбирать поэтому так оставил так кабеля 5-метрового за глаза кабеля метрового на минус за глаза синего за глаза и рцашки 5-метровые неплохие приятненькие тоже за глаза хватило магнитола обычный пионер с двумя линейными выходами самая то под активный сабвуфер динамики спереди сзади данный сабвуфер в седан под штатку вообще идеально впишется даже его можно будет убавить то есть придется его на убавить он он подойдет на легкий усилитель что-нибудь 470 4100 если уж прям лютый фронт собираете вам его не хватит это сто процентов он под этот поддержать штатку так разбавить ее басом ну прилично он разбавляет ее так ну давайте под капотом так под капотом все подключено плюсовой плюсовой клемме вот так это выглядит все через эту через пресс-шайбу как она называется так контакт здесь нормальный так здесь у нас минус и далее идет тут слишком много будут зависимости от модели автомобиля поди запас очень большой провода так и уходит это через штатную не знаю видно не видно через штатную резинку проводки так протаскивается туда без проблем так мы под капотом все в принципе только при плюс вытащить тут делов 5 на 5 на 5 копеек так далее багажник переходим багажнике еще все проще он как создан он как будто создан для этой машины так здесь у нас вот так вот все расположено для чего нужна вот эта фанерка я сейчас сейчас прикреплю ну практически заподлицо встает в семерке грязь уж откуда-то так заподлицо встает семерки тут запаска шланчик бензин сливать других жигах так мы провода через стенку эту заднюю стенку я оторвал масса взята с кузова зачищена просверлено зачищенной болтом прижата ну и плюс с этим так на рам я кинул предохранитель и передохранитель идет от этого ну то есть если где-то перед перетрет и замкнет на массу и сгорят перехранители так что будьте аккуратнее так и по подключению здесь у нас все выглядит вот так вот то есть провода зажата чтобы не выдернула в крайнем случае и все провода у нас прикручены в терминал вот и в принципе вся установка ну давайте перейдем к самому сладкому это прослушки и как обещал сделаем замер да еще что хотелось отметить если у вас седан или универсал нанчу делать если вас седан короче то сделайте хоть какой-то доступ воздуха в салон то есть если вот например не можете сиденье у вас не откидывается то постарайтесь хотя бы задние динамики убрать до 811 случайно сгорел то есть у меня вот дырка есть и принципе мне садись задние сиденья в этой машине не нужны поэтому я оторвал эту стеночку и у меня теперь вот так вот это все выглядит и чемодан жена вы из дома выкнула вещи и сказал жигу забирает пил жигу давай проваливать а на что так ну вы поняли откидывайте задние сиденья если она у вас откидывается если не откидывается блин что-то на придумать сделать отверстия какие-то полки чтобы хоть как-то пас проникал салон так ну и давайте чего пробежим по трекам а Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, погнали за мер. Так, дверь открыта. Немножко газу. Частота 61 Гц будет. Включаем. И поехали. Немного газу до 2000. Что-то не понял, какая-то музыка еще играла. Так, музыка, музыка с контакта еще играла. Так, перезамер. Ну, сейчас этот выкручу, если будет больше, так больше нет, так нет. Так, пробуем второй раз. Закрепим результат. Так, 132,6 на открытой двери на 61 Гц в седане. То есть, кто не знает, как я уже до этого объяснил, что в седане звуковое давление намного сложнее добиться, чем в хэтчбеке. То есть, в хэтчбеке плюс 3 дБ будет смело сразу, сходу, ничего не делая. То есть, у нас где-то он 100, ну, 135 где-то давит примерно. На открытой двери будет 135 давить. И, в принципе, результат с активного сабвуфера, я считаю, достойный. Тут у меня только, можно сказать, спинка отогнута. Он, в принципе, весь в багажнике. И отличный результат. Единственное, что частота больно высокая. Очень высокая. Кстати, вот датчик. Высоковатая частота, к сожалению. Но это активник. У них, кто не знает, на всех активниках такая частота примерно на стройке. Ни у одного активника нет. Вот 30-28 Гц. Так, ну, что. В принципе, все. Все, что я хотел сказать. На мое мнение, отличный сабвуфер для штаточки. Штаточки с небольшим усилителем. Не нужно ничего докупать. Не нужно ни аккумуляторов, ничего. Вот как есть машина. Тупо ставишь этот комплект и все, и радуешься. На 60 Гц, правда. Но ничего страшного. Ну, все, в принципе. Все, что я хотел сказать. Следующая серия уже про заварку будет. И про ограничители. Рычагов. В принципе, все. Всем, кому понравилось, ставим лайк. Обязательно подписываемся. Дальше будут видео про другие сабвуферы. Я надеюсь, про акустику. Ну, все. Всем удачи. Всем пока. Надеюсь, понравился обзор.